Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я продолжаю обозревать моды к Скориме. Что ж, начнем пожалуй с самых невинных. Первый мод, который я вам представлю сегодня, это мод Фикс для Эбонитовой Кольчуги. То есть, как вы знаете, когда вы входили либо в режим скрытности, либо когда на вас нападали враги, вас покрывала полностью черная пелена, которая довольно-таки сильно, по крайней мере, меня раздражала. Я нашел этот фикс и поставил, как вы видите, теперь вот так выглядят эффект Эбонитовой брони. Довольно неплохо, знаете ли. Это был первый мод. Давайте теперь посмотрим следующий. Второй мод, это переработка камеры. То есть, как вы помните, раньше у нас был только вид от третьего лица более-менее нормальный, а теперь сделали еще вид от первого. То есть, как видите, у меня немножко проблема с текстурами, потому что я использую, ну, довольно-таки специфический наряд. Вот так теперь выглядит. Мы видим свои ноги, мы видим свои руки. Да, пускай она не очень плавна, пускай немножко дергается, но, по крайней мере, это уже хоть что-то. Эта система также сбережена при управлении лошадью. Сейчас покажу. Вызовем-ка мы Арвака. Ну вот, вроде обычный вид, то есть, все нормально, ничего в этом плане не поменяли. Теперь при нажатии кнопочки F мы получаем вид от первого лица. Так, как мы помним, такой вид был также в Обливионе. Не помню, почему его... То есть, я не понимаю, почему его убрали в Скайриме, но да ладно. На обычной лошади оно выглядит куда лучше, потому что вот эти вот текстуры плавающие, спрайтовые, на Арваке, они, ну, такие себе, да? Оно не очень презентабельно выглядит. Но, тем не менее, этот вид сделан, и сделан довольно неплохо. Пускай там есть еще над чем автором поработать, но, тем не менее. Большое им спасибо за такую... Ну, по крайней мере, очень и очень приятную мелочь. Переходим к следующему моду. Место демонстрации же следующего мода, я выбрал Лабиринтиан, ибо это место напрямую связано с ним. Сейчас вам покажу, для тех, кто не в курсе, вот где находится Лабиринтиан, недалеко от Морфола. То есть, когда вы заходите вот в этот чертог, вы находите вот здесь, вот в этой комнатке, скелет, которому под ребра воткнут орчий кинжал. Тут лежит записка про некие эксперименты, что ли. Короче, археолог, который нанял наемников для того, чтобы пройти сюда и разобраться, что это за постаменты. Эти постаменты, для тех, кто не в курсе, они связаны с драконьими масками. Рядом же со скелетом вы находите простую деревянную маску. Мод же изменяет их внешний вид. Давайте мы оденем деревянную маску, перенесемся в другое измерение, и посмотрим же, какие изменения претерпели все остальные драконьи маски. Заберем в окуна. Да заберем все, в принципе. И посмотрим, как они выглядят все-таки на свету. Такс. Теперь можно смело приступать к ценению внешнего вида масок. Начнем, пожалуй, с в окуна. Что-то такое, знаете, сталкерское, похожее на противогаз внешний. Забавная херня. Тем более, даже к накидке мне идет. Вольф Сунг. Очень красочная. Сделанная в виде Софьи Башки. Забавная масочка. Такс. Канарик. Я не буду вам рассказывать, где найти все эти маски. Вы можете погуглить, посмотреть это в ЛПшках. Кстати, была бы неплохой идеей, довольно, сделать местонахождение всех этих масок и методы их получения. Канарик. Очень зловещая маска. К тому же, чтобы ее получить, придется собрать все остальные. Такс. Давайте перейдем к следующей. Кроссис. Тоже довольно злобная маска. Офигенно. Маркей. Все такая чешуйчатая, светлая. Интересная масочка. Довольно интересная. Наркин. В духе Терминатора. И кольчужный капюшон. Забавно, забавно. Очень даже неплохо. Все эти маски сделаны на высоком уровне. Все довольно красочные и красивые. Поэтому, в принципе, придраться тут особо не к чему. Учитывая то, что все обычные маски, то есть, маски, которые были сделаны в оригинальном Скайриме, они почти чем не отличаются, кроме цвета. А эти, они великолепны. Тут какой-то просто черный капюшон, там вижу какую-то текстуру, но она слишком темная. Такая. Тоже зловещая, но довольно интересная маска. Рагат. Что-то такое пушистое даже. Прикольно. Ну и последняя. В духе призрачного гонщика. Пока мне наиболее из всех импонирует именно Канарик. И в ней я довольно долго ходил. В ванильном Скайриме. Потому что, ну, во-первых, мне нравились ее эффекты. Во-вторых, это лучшая маска. И она соответствует тяжелой броне. А в этом виде она просто офигительная. Вы просто посмотрите на это. Да? Она, во-первых, составляет класс тяжелой брони. Если ее прокачать, по-моему, золотым слитком, она составляет довольно-таки серьезный. По-моему, 220. Сколько у меня там? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. 450. Ну, я не помню. По-моему, 250. Ну, так же, как и, вот, например, диэдрической перчатки и сапоги. То есть, достойная маска, в принципе, и сделана на довольно высоком уровне, я повторюсь. Что ж, давайте смотреть остальные моды. Так, ну и последний мод на сегодня. Это оружие. Это пак оружия из Властелина Колец. Мы находимся сейчас на полпути к Высокому Хротгару. Со стороны Айверстеда. Здесь есть кузница Лун. Не знаю, почему автор не придумал более интересное название для этой кузницы. Но лунная кузница в игре уже есть. И нахера он назвал ее кузницей Лун? Я принципиально не понимаю, но да ладно. Вот, здесь находится вот такая вот статуя Азуры, древние. И, проще говоря, обычная кузница, которой мы можем выковать нечто подобное. А да, кстати, насчет первого мода... Пардон, насчет второго мода, который добавляет вот вид от первого лица, что на лошади, что так. Теперь есть еще вид ковки от первого лица. Обратите внимание на заднем плане. И пока я вам буду показывать оружие. Здесь есть два вида оружий. То есть, одноручное и двуручное. Само собой понятно, да? Для того, чтобы... Ну, то есть, чтобы вы ориентировались, какое оружие вам лучше. Есть ведь разные персонажи. Нельзя, вот, например, тот же... Черт возьми. Меч Назгулов делать сугубо двуручным. Вот как они сделали сейчас. Делать, да. Так что, не знаю. Ладно, давайте смотреть все по очереди. Двуручный, одноручный. Нужен осколок для его ковки. Это меч Гендальфа, как мы помним. Давайте его сделаем. По первой. И сделаем его отполированным. Потому что, видите, три степени перековки. Они вот не сильно отличаются, но по виду... Это совсем другое. Так, призрачный я не буду делать. Жало. Есть у нас два вида жала. Но, к сожалению, у меня нету полена. Ну, да херст. Есть с вот таким вот мигающим рисунком. Довольно забавно оно все выглядит. Ну, да ладно. И эльфийский лук. К сожалению, тоже я хотел бы его скрафтить. Но у меня нету полена. Ну, да и херст. И, пожалуй, скрафтим... Одноручный. Нарсил. Текс. Так, это меч Короля Чародея. То, что горел. Кстати, было бы забавно его зачаровать. С предыдущим модом, который я показывал. На Enchanting Weapons. То есть, изменение вида зачарования. Надо будет попробовать. И Лезвие Маргула. Моргула. Забавный такой ножичек, по идее, да? Но я не фанат. Хотя, в принципе, пускай будет. Говорили, что тут есть заточка абсолютно на все оружие. И так же имелось на них и ножны. Давайте смотреть. Вот он, меч Гендальфа. Да, довольно-таки качественно сделаны ножны. Красиво. И очень гармонично они, кстати, вписываются в сам Скайримчик. Потому что, в принципе, эпохи одни и те же. И фэнтези, и драконы, и прочая херня. Давайте смотреть от первого лица. Меч действительно неплох. По скорости он довольно медленный. Сейчас мы посмотрим, как он по весу. 14. А как по сравнению с моим доедрическим? 16. Я, может быть, отвык? Но да. В принципе, по скорости нормально. Так. Давайте смотреть. Ух ты. А ну-ка, есть к нему ножны? Да, и ножны к нему, как вы видите, тоже имеются. Довольно все красиво. И довольно все в лоре. Вау. Так это меч, что ли? А я думал, это... Все-таки ножик. Кинджаль. Ну, не знаю. В принципе, неплохо. Давайте еще нарсил посмотрим. Какой-то он слишком тонкий. Или, по крайней мере, мне так кажется. Нет, вполне себе неплохо. Я бы даже с таким мечом ходил. Вряд ли он будет лучше за дейдрический. Хотя посмотрим. Сейчас мы отправимся после всех улучшений в обычную кузницу. И посмотрим, насколько они уступают дейдрическим. Без улучшений. Потому что уровень проточки у меня почти максимальный. У меня там и шмотки специальные на проточку. Ну что же. Давайте-ка проточим еще нарсил. Точнее, из нарсила сделаем немножко другое. Разбиваем его на осколок. Им же ж можно воспользоваться. Конечно, можно. Хорошо. А ножны у него есть? Ну, ладно. Это было бы уже большим свинством, если бы ему еще ножны сделали. Ну, да ладно. Такс. А вот и он. Орундел. Лучший меч, который можно скрафтить в этой кузнице. Ну-ка. Сильно он отличается. По идее, не должен сильно отличаться, но все-таки. Ножны внешне одинаковые. По длине он довольно хорош. И я на нем вижу руны. Это все. В принципе, мечи выглядят довольно круто. Их все можно зачаровывать. Сейчас я, как и обещал, мы отправимся просто в другую кузницу. И посмотрим, можно ли их действительно протачивать и зачаровывать. Итак, мы находимся в моей личной кузнице Херемхола. Давайте-ка посмотрим. Здесь также можно крафтить эти мечи. Там они были в разделе стальное. Да, как вы видите, нельзя тут их крафтить. И бонитовые, драконьи. Дайтрические. Все те, что были. Фитиновые, сталгримовые, ноцкие. Сталь, железо. Нет, как вы видите, только в той кузнице. И это замечательно, по моему мнению. В этой плавильне мы можем сломать осколок или нет? Да. В этой плавильне мы можем ломать осколок. Это хорошо. Так, теперь давайте-ка... Акда. Посмотрим. Да, эдрическое. 171 наносит он нас непрокачанный эдрический меч. 171. К сожалению, в Скориме есть большая нехватка крутых прямых мечей. И эти по 195. Ёма народ. Но я надеюсь, они будут прокачиваться, потому что если же нет, то этот урон потеряет свой смысл. Да, меч Гэндальфа мне очень импонирует. Так же, как и в принципе Моргульский клинок. Он вешается на ножны, как ножик, поэтому через него, если у вас прокачана скрытность, вы можете наносить 15-кратный урон, по-моему. То есть, в принципе, оружие достойное и неплохо выглядит. Давайте-ка еще Орандил посмотрим. То есть, как видите, оружие сделано на очень высоком уровне. Имеет хорошее качество. Мне очень нравится прям. Прям очень. Поэтому я, пожалуй, оставлю этот мод для себя. Я не буду его удалять. Пускай будет. И меч еще так хорошо подходит к моему костюму. Ё-моё. Ладно, давайте попробуем их проточить. Если это вообще возможно. Да. Их можно протачивать. 239. Лезвие Моргулы. Хорошо, давайте тогда я оденусь, забафаюсь и проточу их. Такс. Так, да, 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 да. Забыл еще кое-что. Рексир Кузнеца. Вот, теперь можно. И лезвие Моргулы. 320. 330. Блин, они лучше даже за Деэдрик. Это немножко дисбалансное, конечно, оружие. Но дай хер с ним. Я так думаю, что... Немножко дисбаланса для топовых персонажей. Это будет даже хорошо. И наверняка я себе оставлю один из этих мечей. Даже не этот. Такс. Кольчужку мне верни. А меч Гендальф, пожалуй. Потому как он выглядит более приятнее. И идет к моему костюмчику. Вот такие вот моды мы сегодня посмотрели. Это был фикс для эбонитовой брони. Это была переработанная камера для... От первого лица, так скажем. Это были драконьи маски. Ретекстур. И это была сборка оружия из фильма Lord of the Rings. Все ссылочки на все моды будут в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok